Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна. И сегодня мы раскрываем такую тему, как авокадо, польза, как его можно выбрать и как его употреблять. Авокадо это плод дерева, который называется персея американская. В ботаническом изложении плод авокадо является ягодой. Помимо авокадо можно встретить такие названия, как аллигаторова груша и агакат. Авокадо было известно еще в третьем тысячелетии до нашей эры. И ацтеки его очень ценили за полезное свойство, в частности полезное свойство масла, которое находится в косточках этого плода. Плоды персея американской, которые мы называем авокадо, очень полезны и цены тем, что они содержат большое количество жирных кислот до 30% от своего состава. В частности жирные кислоты представлены 60% мононенасыщенных, 20% насыщенных и 20% ненасыщенных. То есть весь спектр жирных кислот, которые так необходимы нашему организму. Помимо этого в плодах авокадо содержится большое количество полезных углеводов, витаминов, в частности витамины Е, К, витамин Д, которые крайне необходимы нашему организму, особенно в зимний период, который является ответственным за активизацию и укрепление иммунитета. Помимо витаминов содержится 2% белка, фолиевая кислота и другие полезные компоненты. Ввиду такого богатого состава плоды авокадо очень цены для нашего организма. В частности были проведены исследования, которые подтвердили, что у больных с сахарным диабетом 2 типа выравнивается липидный профиль, снижается уровень глюкозы и таким образом люди себя чувствуют гораздо лучше. Помимо этого были проведены опыты по совместному действию на организм плодов авокадо и соевых бобов и было выявлено, что они являются нестероидными противовоспалительными агентами, которые препятствуют разрушению хрящевых тканей. Иными словами, если вы еще не употребляете авокадо или делаете это нечасто или сомневаетесь в пользе этих плодов, попробуйте и ваш организм сам скажет вам спасибо за этот очаровательный плод. Также следует обратить внимание на мякоть плода, которая будет находиться в том продукте, который вы купите. Как правило, качественная мякоть плода будет иметь окраску близкую к оливковой, к желто-зеленой, которая будет характерного отлива. Если окраска для плода будет после разрезания серая, землянистая и других более темных оттенков, то от употребления таких плодов стоит воздержаться. Также стоит отметить, что ввиду своего богатого минерального и биохимического состава плоды авокадо после контакта с металлическими предметами, с кислородом воздуха они окисляются. Поэтому, когда мы принимаем решение употреблять авокадо в виде каких-либо составных блюд, салатов, то имеет смысл немножечко снизить окислительные процессы в них. Для того, чтобы они не теряли свою привлекательную зеленоватую цвет мякоти, необходимо сбрызнуть кислыми соусами, соками, сок лимона, сок лайма, например. Как я уже говорила ранее, авокадо можно употреблять в качестве составных блюд, но лучше это делать в качестве монопродукта. Есть его, естественно, сырым. Также он будет хорошо смотреться и по вкусу чувствоваться в различных растительных салатах, и на тостах, и на бутербродах. Ну, а гурманы могут приготовить традиционное мексиканское блюдо, которое называется гуакамоле. По сути, это пюре авокадо в перемешку с лимоном или соком лайма, со щепоткой соли. По вкусу можно добавлять такие ингредиенты, как томаты и перцы. Если у вас день рождения 16 сентября, то можете его совместить с международным днем гуакамоле. Также популярно среди нашего народа выращивание авокадо из косточек в домашних условиях. У меня находится на столе растение как пример того, как не надо выращивать авокадо из косточки. Первое и самое важное, что необходимо помнить, это то, что авокадо все-таки дерево, и в естественных природных условиях его высота достигает 27 метров. Поэтому, когда мы высаживаем косточку в горшок, то нам необходимо для него, для авокадо, подобрать не обычный цветочный горшок, а глубокий, садовый, высотой, глубиной даже до 1 метра. Поскольку для авокадо уже ко второму году роста будет характерно наличие устойчиво выраженной корневой системы длиной до 1 метра. Второе и самое распространенное, ошибочное, что можно встретить в домах людей, которые выращивают авокадо, это пожелтение и опадание листьев. Конечно же, это связано с тем, что либо отсутствуют дренажные отверстия, либо растение испытывает недостаток влаги, либо наоборот переувлажнение. Помимо этого, авокадо растение, которое любит большое количество света. И всегда, когда мы выращиваем авокадо, для него необходимо находить в своем доме максимально освещенные участки. Ввиду того, что оно плохо переносит засуху и перепады температуры, его необходимо периодически увлажнять опрыскиванием листвы. И третье, самое важное, одно из самых важных, это то, что авокадо необходимо прищипывать. Когда мы получаем сеянец авокадо, а у нас в моем конкретном примере он получен из обычной семечки, высаженной в землю. После того, как он сформировал 13-15 листьев, необходимо прищипнуть верхушку, для того, чтобы у авокадо сформировался штамп, поскольку авокадо это то растение, которое хорошо ветвится. И после того, как вы прищипнете макушку, обеспечив растение удобным для него горшком, соблюдете правила минерального и органического питания, которые близки к традиционным нашим растениям, то можно быть уверенным, что успех вам будет обеспечен. И для опаления авокадо лучше, конечно, иметь друга, поскольку это перекрестно опыляемое растение. Поэтому в качестве декоративного растения можете выращивать авокадо в виде одного растения. А если вы будете для себя принимать решение, что вы хотите получить плоды авокадо, то тогда сажайте минимум две косточки и выращивайте их правильно. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Оставайтесь на канале про цветок. Не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!